разобранная морда вот эта часть будет сниматься штатный усилитель вампера и здесь будет вставлять вставать специальная специальный усилитель под лебедку на котором будет крепиться лебедка по тарифовская площадка так-то она не очень большая как казалось встает она прямо в штатные разъемы снимается штатный усилитель бампера так он где-то где-то здесь он валяется а вот он лежит она штатный усилитель он снимается и ставится вот эта конструкция металлическая и сюда сверху ставится площадка лебедка вот сама лебедка ком от венч 12 с половиной тысяч нагрузка 12 тонн так единственное что здесь приходится делать это переносим вебасту повыше с первый раз все стали прямо на усилителем настояла сейчас на этом же самом кронштейне просто она пойдет повыше маленько разводка все останется на месте лебедку уже поставили влезла она так выглядит идет ее подключение вот реле грюмер на массу лебедки пойдет вот сам был блок управления лебедкой к мощная коробка с мощными проводами силовыми вот он на вот эту железяку конечно не очень надежно наверное хотя с другой стороны здесь никакой нагрузки нету ничего такого нету поэтому ты мог ничего не будет я так думаю вот все провода подключили уже здесь все подцеплено проводов много да очень много здесь будет цепляться аккумулятор на плюс здесь на минус вот пульт управления лебедкой он салон выведен он вот розетка на будет действовать сбоку подключаться по мере необходимости когда надо и подключил надо отключил по поводу вебасты тут возник у нас один геморрой и и неправильно поставили оказывается я не знал и басту можно ставить только вот в трех положениях вот так вот так и вот так то есть вот три положения мы ее поставили кверх котлом это неправильно пришлось переставлять его поставили просто в прямом положении как она и была раньше и подключили соответственно все поэтому внимательно если будете сами ставить или заниматься подобными переделками вот установка вебасты аккуратнее то есть разрешенные положения как его ставить можно есть положение как ставить ее нельзя вот помпа а в этот глушитель вывели сюда вот получается под раму под крыло она уходит ведь очень надежно то есть также все шланги сохранили еще утеплим их не будет вообще кашир на из минусов то что здесь конечно сейчас все очень очень плотно утыкано очень занято и в случае необходимости сюда залезть это нужно прямо очень так сильно помучаться чтобы это все демонтировать просто так сюда хрен заберешься еще надо мне утеплить шланги как-то суда вставить картонку надо будет я даже пока не представляю как и я хочу утеплить радиатор масляной коробки радиатор охлаждения кпп он там внизу его тоже надо как-то утеплить как я это буду делать я пока не представляю короче все очень так их плотненько это минус но зато все в одном месте все компактно все влезло этот шлюз под лебедку станет сюда так коротко по подключению значит вот здесь стоит грунер это реле грунер он же отсекатель массы для лебедки вот с нее идет провод провод идет проходит здесь уходит в салон кнопка в салоне позже покажу дальше вот это а это свет на фары то есть это правая фара так вот это левая фара то есть вот уходит на этот аккумулятор здесь будет подключаться в блоке через предохранитель вот масса здесь же подключена масса на эти фары дальше один минусовой одна минусовая клемма вот такой большой силовой провод он вот с этой стороны идет подключается напрямую к лебедки сразу масса на лебедку идет второй силовой провод плюс такой вот он здесь уже обмотанный он уходит тоже здесь же проходит он идет на на блок управления сюда входит дальше с блока управления идет разводка на лебедку три провода один по массовые два плюса там в одну сторону крутите в другую сторону ну кажется так если все правильно понял потому что я все-таки не электрик дальше с блок управления идет вот здесь вот разъем к этому разъем подключается пульт управления и тоже идет салон с пассажиркой с пассажирской стороны там есть розетка куда подключается этот блок управления пульт управления ну в общем то и все больше здесь такого особо сложного нету еще где-то отдельно там маленький проводок подключался сервисный разъем где-то где-то там он был вот кстати надо будет его найти еще и в общем то все поставили лебедку вот шлюз до трос идет трос там стоит лебедка то есть очень сделано все хорошо не видно качественно здесь сделали лючок небольшой для того чтобы с ручника и снимать можно было для чтобы распускать разматывать удобно было так трос кевларовой штатный управление вывели в салон сейчас покажу управление сделали вот таким вот образом вот розетка то есть вот розетку управления сюда подключается пульт в комплекте идет пульт обычный на проводе там длинный провод такой очень удобный и тяжелый здоровая короче его не стал брать с собой и бросил гараже и сделал чуть-чуть по-другому отдельно докупил дистанции как он там радио пульт управления вот так вот он выглядит да вот очень классная штука такой мая маленький людники как-то выглядит работает кнопочек работает он следующим образом взять под сидение я убрал сам блок ой вот здесь не видно туда вот я убрал сам блок управления лебедкой да не видно его вот там вот красненький чуть-чуть в общем то вот от него вот идет розетка подключается делается так то есть я беру подключаю розетку все просу и тут у меня включен дальше вот здесь у меня реле грюнер вот оно это фактически масса включается активируется питание на лебедку и с пульта я работаю разматываю пульт включается и вперед назад мотается все это дело потом точно также я грюнер отсекаю массу отключаю питание и тут убираю под сиденья провод чтоб не мешал розетку закрываю и все и все прекрасно стоит дальше все все работает все супер смотрится парни на камазе остановились хорошо если бед и в нужную сторону там себя вытягиваю тестировал ребёдочку следующий этап подготовки ставлю силовые пороги остановил свой выбор на порогах фирмы риф вот выглядит выглядят они вот так вот это уже установлены и поезженный он видите а вот мой вариант новый так там выглядит сверху так зачем нужны пороги коротко вот видите один стоит на с этой стороны есть а второго 2 нет он сняты сейчас покажу что с ним стало гнуты да вот он его видите деформировала от удара пошел деформироваться в одном крепление и вот здесь он просто в хлам загнуты пороги это безопасность ваша и безопасность автомобиля то есть бывает так что машина может стать выкинуть что было допустим данном случае с жене да он говорит о выкинула в сторону на какой-то плиту что ли каменной и его порог просто загнула то есть если бы не было порога то загнула бы половину машины а поскольку поскольку порог стоял то порог принял силовой порог он принял основной удар на себя был бы штатный порог бы тоже нафиг загнула потому что штатные пороги они больше декоративные типа ступенек а здесь же все таки эти вещи они уже такие очень фундаментальные и 2 момент за ним можно подцепиться хайджеком то есть хайджек это такой дом крат большой удобный он здесь цепляется легко берется там за край и подымается но двухсотку я не знаю сможет ли поднять нет на бок но какой-то ход какой-то ход допустим но обеспечить тоже вы точно можете или там при поднять чтобы подложить что-то под нее это запросто один единственный минус да они тяжелые конечно там каждый весит там знать программный раз по 15 каждый весит это конечно дополнительный вес на машину что конечно что крайне нежелательно а вообще пороги силовые хорошая вещь я выбирал между арб они у меня кстати уже лежат арб и у меня арбешные причем они идут в комплекте с бампером передним арб то есть здесь в арбешных здесь такая стоит отвод да такая труба которая переходит в дугу которая закрывает колесо это дуга вот колесо закрывает крыло и уходит в бампер если у меня просто этот комплект лежит бампер два порога и вот эти дуги арбешные может быть кому надо пишите в комментариях или там личку гранте их продам потому что я но от них отказался потому что не стал ставить бампер все-таки тяжеловато он решил пока без него поездить пока по крайней мере дать не знаю пороги соответственно тоже отдельно не стал ставить но не хочу разбивать комплект и но если продавать все вместе я думаю так проще продать ну либо пускай лежит может быть поставлю потом поезжу может что-то не понравится там захочу бампер все-таки поставлю целиком комплект себе вот сам порог и сбоку то есть здесь такая мощная мощное железо очень мощная тут наверно пятерка или шестерка труба как он весит сейчас попробуем да килограмм наверно 15 он точно весит один бампер один порог так как они устанавливаются очень просто вставляются такие крюки штатные отверстия в раме с обеих сторон здесь уже штатный порог сняли видно да место подготовили с обратной стороны такие же крюки 4 штуки сюда вставляется порог вот он доставить ставится вот уже с этой стороны поставили и притягивается просто обычными болтами гайками то есть так вот притягивается ну выглядит очень серьезно и как показала практика очень надежно здесь единственный конечно минус при сильном боковом ударе действительно сильно может деформироваться рама рама потому что удар если придется как раз нижнюю часть сюда то скорее всего деформируют раму опять же тут очень должен быть сильный удар чтобы деформировать раму и низкий который уйдет прямо сам порог смонтировали второй порог силовой со стороны бака его нужно было ставить после бака вы на что он мешал поэтому если вы будете ставить то что бак нужно снимать вот в этом месте как раз бак мешает закладным по крайней мере не бак вот эта крышка точно мешает крышка бака не точно снимать надо ну вот он крепится очень надежная конструкция очень все хорошо сделано все хорошо